Бизнес на внутреннем туризме. И вроде бы понятна суть такого проекта. Но пообщавшись с нашими следующими героями, понимаешь, в совершенству нет предела. То, что организуют эти ребята, обычным туризмом назвать сложно. Здесь есть все. От зрелищного шоу до невероятных навыков, которым вас научат, побывайте вы там. Оказывается, нас с вами еще есть чем удивлять. Но обо всем по порядку. Пусть сами расскажут. Встречайте, Иван Флори и Роман Суркану. Этот тандем состоялся несколько лет назад. Роман – президент Ассоциации каскадеров Молдовы. Иван – генеральный директор авиатуристической компании. Чаще всего идеи остаются нереализованными. Но их задумка получила бурное развитие. Как-то за чашку кофе я ему говорил, вот что мы хотим сделать. Мы хотим совместить то, что происходит в Молдове с некими аттракционными, с некими событиями, с некими активными, с активным отдыхом. И начали, взяли белый лист бумаги, писали, писали. И что нравится до сих пор, то когда мы начинаем говорить, то мы в этом живем. Нам очень нравится то, что мы делаем. И вот первый фестиваль, который мы сделали, это достаточно такой, скажем так, как экзамен наш внутренний, да, как экзамен наш внутренний, который прошел от а до я. Фестиваль Каса-Мария действительно прошел на ура. Сельский туризм в стиле этно. И это не банальная экскурсия по достопримечательностям молдавской деревушки. Первый населенный пункт – маловато веки. Здесь были и мастер-классы, и шоу-программа, и ознакомительные остановки. Ушили дискиси – первый этап фестиваля. Двери были открыты во всех административных зданиях села и больших домашних хозяйствах, где воочию можно было увидеть ягнят, овец, коров и других домашних животных. Самый классный мастер-класс, который прошел в рамках данного фестиваля, это, по моему мнению, как человека со стороны, как участника, где стояли очереди. Это мастер-класс по доению козы. У нас должна была быть еще корова, но она тогда не пришла вовремя. Но зато пришли три козы. И мне повезло. Там стояла очередь. Я научился доить козу. Я никогда не умел. Вот, к примеру, навык. Я считаю, мы даем людям возможность заработать какие-то новые навыки. То есть это не просто мастер-класс, люди посмотрели, а могут поучаствовать и попробовать. Следующий этап проекта – пеший поход. Участникам не было необходимости нести на себе все необходимые походные снаряжения. Он берет себе какой-то веер, он берет себе шляпу, девочка, допустим, такая она идет. Она берет телефон, который чекинется через каждые 5-10 метров онлайн сразу в сети. То есть девушка не заморачивается рюкзаком, она идет и кайфует. Где-то в обед организованно сразу их ждут витамины, какие-то там орешки. И в конце ей не надо ставить палатки, она просто сидит и выбирает. Я хочу голубенькую палатку. Нет, я хочу фиолетовую. Палатки стоят. Значит, мы все об этом думаем. И третье – это водное. Использует наш днестр. Он на байдарках. Такой спорт, который не надо большой тренировки. Кусок камышей, кусок в богатых районах, малоизвестных, которые проходишь. Рядом какие-то скалы. Отдохнуть от активного участия в проекте участники могли во время шоу-программы с элементами экстрима. За их организацию ответственен роман. Не хватило лишь представителей Книги рекордов Гиннеса. Шоу-программа у нас состояла из – это был «Стронгмен-шоу». Три богатыря, там были у нас самые сильные мужчины. Они рвали цепи, забивали гвозди руками в доску, выбивали рукой дно у бутылки. Колода карт, всем известная. Дайте любому человеку 10 карт, он их не порвет одновременно. Тут у нас были разорваны две колоды карт. Один из самых сильных мужчин, который претендует, это Родион Сукман, он потащил на глазах у всех автобус весом 22 тонн. Одним словом, программа проекта была, скромно сказать, насыщенной. Подобного рода мероприятий, где были бы совмещены сельский туризм с активной шоу-программой, до сих пор не было. Хотя внутренний туризм, как таковой, в стране организуют и другие. Но чувствуют ли наши герои конкуренцию? Она всегда есть и она всегда будет. У нас ощущение, что мы идем и рядом никого нет. То, что мы делаем, делаем только мы. Мы совмещаем некое стандартное и нестандартное вместе. И в этом наша уникальность. Один из приятных моментов – эко-шоппинг. Совместить приятное с полезным, так сказать. Туристы идут утром, они идут еще по этим селам и смотрят. О, сколько стоит курица у вас, допустим, 150 лей, к примеру, да, образно, да, 100 лей или 150 лей. А я хочу вот этого индюка или я хочу этого петука. Вечером он будет готов. То есть он идет, гуляет, отдыхает, делает ему специально зависимость от программы. Это вот вечером он берет в пакетики. Берет в пакетики этого петуха готового, который будет несравнимая еда с этой домашней едой. Да, это шоппинг, там может быть и брынза, там может быть и молоко, которое не возьмешь, он утром из-за кисла. А вечером он взял в пакетик вот молоко, то-то-то, вот шоппинг-элементар. И именно покупка не с Кишинева, а мы едем в село и покупаем напрямую у него. А, появляются там деньги, Б, появляются у них идеи, завтра еще что-то. И вот в том, в каком плане идет развитие. Первый проект был организован больше для друзей и знакомых, партнеров. Своеобразный экспериментальный фестиваль не решал задачу заработать. Теперь, когда все получилось, привлекать будут как молдавского клиента, так и иностранцев. Первые иностранцы. Иностранцы, это мы работаем чуть не эксклюзивно по отелям. Мне нам звонят, мы их обслуживаем по стандартной схеме. Иностранцы пока не участвуют в наших проектах, пока. Потому что для них нужна отдельная перевода и отдельная схема. Мы об этом думаем, но сначала мы как бы раскручиваем наших, потом берем наших. Во-первых, у нас есть очень много друзей. И первые проекты мы приглашаем, вот первый фестиваль мы позвали своих друзей. Мы где-то разбиваем наш сегмент по двум категориям. Более семейные, вот которые уши, лидийские и так далее. И молодежные, которые вот каяки и пешие походы. Вот это все-таки маленькие дети туда, они, допустим, 5-7 лет ребенку, 20 километров это много. Поэтому оно как-то так разделяется. И хотя работы по развитию проекта еще очень много, цель оправдывает средства. Тем более, что она не ограничена желанием заработать. Мы начинаем все экспериментировать больше с нашими людьми. Они, чтобы не только тратить деньги в Кишиневе, они потратить деньги в селах. В селах немножко это поймут, начнут это лучше делать. Когда это будет более качественно, занавеска снимается и приходят иностранные туристы. Мы сейчас помощью наших таких, как бы, с одной стороны шоу, с какой-то стороны обычный такой активный туризм, немножко эти села начинают по-новому этого видеть, начинают более развитие в этом направлении. И вот концепт готового бизнес-туризма, который будет происходить в ближайшие лет 5-ти. Это 50 на 50, потому что даже если были 100% деньги, и не было этого безумного желания, этого бы не было. Поэтому мы считаем так, 50% идут деньги, а 50% идут наши энергии, наши умы, наши силы, наши ноу-хауы, наши идеи, наши человеческие ресурсы. Потому и результат не зависит лишь от того, насколько ты знаком с темой туризма. Тут важно другое. Безумное желание. Безумная любовь к своей родине. Мы видим очень большую перспективу в наших проектах. Но мы осознанно деньги оставили, считать прибыль оставили на потом. Сейчас делаем то, что нам нравится, то, что мы можем это делать. Мы чувствуем, что деньги и бизнесы, проекты успешны. Но сейчас задача сделать их максимально красивыми, максимально интересными. И доступными, что немаловажно. Цены на участие в проектах, честно говоря, доступны практически каждому. За сутки, именно столько и длятся проекты, в столице можно потратить гораздо большую сумму. Мы постараемся так, чтобы он смог позволить себе даже ниже среднего уровня человека. Билеты, которые будут покупаться заранее, могут дойти до 100-100 с чем-то лет. То есть вот как бы в этом... Там он будет стоить дороже, 200 лет как минимум. Потому что мы приучаем людей, чтобы покупали заранее. Мы тоже планируем за них, сколько байдарок, сколько котиров. Транспорт, питание, все входит в цены? Нет, питание это дельное. Гребля на байдарках и прогулка на катере предстоят уже в ближайшее время на водохранилище Гидигич. После этого туристов порадует зажигательный фестиваль цыганской культуры в Сороках. Одним словом, организаторы обещают нескучное лето туристам. А проект, в свою очередь, спустя время, несомненно, принесет и долгожданную прибыль. Сколько драйва и желания творить и развивать сельский туризм в Молдове. И ведь не денег ради, заметно же. Очередное доказательство того, что любой успешный бизнес-проект строится на желании и благородных целях. Будет ли он успешным, будет видно. Но кажется, что эти молодые люди не отступят, пока не добьются намеченного. Эти яркие видеокадры не могут не впечатлить даже самого ленивого. Запаситесь адреналином. Если надо, заряжайтесь у наших героев. И не останавливайтесь на достигнутом. Это была программа «Хочу стать миллионером». Увидимся ровно через неделю, в то же время, на том же месте. Оставайтесь с МБС.